девчонки всем привет меня зовут эля и добро пожаловать на мой канал сегодня я хочу сделать брошку ножка будет вишенки у меня да несмотря на то что на улице уже зима практически выпал снег но все равно хочется ярких красок тем более мне поступил заказе и я решила с вами им поделиться я нарисовала от руки примерно вот такие вишенки небольшие и будет на вишенке будет вот такой листочек листочек я планирую вышивать отдельно и отдельно я буду вышивать вишенки значит давайте покажу вам что потребуется для нашей вот этой брошечки вот такие кристаллики у меня есть это ривали 8 миллиметров я пока показывала их прошлой распаковочке они были у меня ссылочку на распаковочку я вам оставлю вот такие так еще что будет у меня у меня есть раз разные рондели темные светлые есть еще матовые рондели у меня есть вот такой у меня микс может быть вы уже его встречали некоторых моих мастер-классах до незаменимый микс есть очень много красных оттенков и рондели и биконусов и разного размера то есть его можно использовать еще добавим есть у меня вот такие вот вишневого цвета или винного цвета вот такие бусины на жемчуг тоже разного размера так вышивать я буду сами вишенки канителю жесткой так и еще к вишенкам я сделаю по краю пришью сразу цепочку вот такого у меня есть красивого красного цвета так есть у меня бисер вот такой микс да помните его тоже в распаковочках я вам показывала и вот такой вот у меня еще есть матовые бисер одиннадцатого размера красного цвета так для листика что нам потребуется листик я буду вышивать зеленой канителю также я буду использовать сразу на цепочку зеленого цвета и полистик буду заполнять вот такими ронделями у меня есть маленького размера а по-моему это 2 на 3 миллиметра рондели так и буду использовать еще для веточек два пина у меня таких и веточку буду оформлять жесткой канителю вот такого зеленого цвета посмотрю еще понадобится она мне или нет так моно нить иголка по бисеру и все давайте будем приступать и так вырезаем наши вишенки вот в принципе и вся наша заготовка у меня есть вот такой кусочек красного фетра и переводим наши вишенки листочек мы пока отложим пока не понадобится будем вышивать его в саму последнюю очередь так переводим наши вишенки на петлю вырезаем нашу заготовку я края скругляю чтобы у меня не цеплялась за них мононить вот за эти уголки приступаем к обшивке канители у меня есть вот такая канитель серебряного цвета мы ее немного растягиваем до нужной нам длины чтобы открылись вот такие бороздки за которые мы будем пришивать нашу нитку если кончик острый его можно немного подрезать так фиксируя свою нитку прикладываю канитель и начинаю обшивать по контуру обшила я все канителю своей и вот сюда пришила по маленькому кусочку канители ну чтобы имитировать как будто это у нас выемки до куда откуда будет выходить веточка так сейчас я буду пришивать с разовую цепочку она мне красная красных цапах будем пришивать ее вот сюда вот по краю так вот Продолжение следует... 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 Заполняю все в хаотичном порядке, как вам нравится, так в принципе можно и пришивать. Хотите, пришивайте в ряд, хотите, пришивайте разнообразно, то есть здесь фантазия не ограничена и правил никаких тоже нет. В более мелкие пространства, где у меня не входят мои ромбели или биконусы маленького размера, я пришиваю мелкий бисер размером номер 15. Итак, все пространство я заполнила, вот так у меня получилось, сейчас мы будем с вами это вырезать. Мы с вами все вырезали, вот так это все выглядит. Сейчас я буду делать наши веточки, да, я подготовила вот такую конитель мягкая, значит отрезала кусочек и вставляем сейчас в пин эту нашу конитель. И в конце этого пина мы сейчас сделаем с вами круглогубцами петельку, сначала мы вставим в нашу заготовку и сделаем петельку. Вот так это получается, вот и на конце я сделала петельку. Сейчас мы будем делать все то же самое со вторым пином. И затем мы с вами очень хорошо это все пришьем к нашей заготовке. Так, сделала я две петельки, сейчас мы с вами будем их пришивать. Пришиваем очень хорошо, всяко-разно, туда-сюда, и чтобы у нас с вами все хорошо держалось и ничего у нас не двигалось и не отвалилось. Все мы с вами пришили, вот так это получилось, все держится у нас надежно. Сейчас отлаживаем наши вишенки на некоторое время и займемся листочком. Я на фетре жестком зеленого цвета перевожу наш шаблон, наш листик, вырезаю его и будем обшивать зеленой конетелью, которую я вам ранее показывала. Также ее растягиваем, чтобы открылись бороздки, за которыми будем пришивать нашу конетель. Если кончик у нас не растягивается, я его просто обрезаю ровненько. Прикладываю конетель к началу листочка и фиксирую мононитью, очень хорошо, мононить у меня в два сложения, очень хорошо фиксирую краешек конетели, чтобы он никуда не двигался. И так обшиваем весь контур нашего листочка. Сейчас я хочу сделать посередине листочка такую прожилку. Как есть у настоящих листочков. Будет выглядеть она примерно вот так. Отрезаю я кусочек небольшой и будем его пришивать. Применяем наш листочек к нашим вишенкам. Примерно вот так это будет выглядеть. И начинаем заполнять наш листочек ронделями, биконусами, бусинами. Все, что у вас есть дома, как нравится, так и заполняйте. Я заполняю просто в хаотичном порядке. Сначала я заполню маленькими ронделями, потом я заполню большими немножко ронделями. И к концу листочка я опять сделаю маленькие рондели. На вторую половинку листочка я пришью стразовую цепочку. Она у меня вот такого зеленого цвета красивая. Очень красиво переливается. По краю я ее пришиваю. А все остальное пространство я также заполню ронделями. Сначала мелкими, потом покрупнее и опять мелкими. Мой листочек уже готов практически, да, останется его вырезать. Сейчас мы его вырезаем и опять будем примерять к нашим вишенкам. Мононить я не стала обрезать и сейчас я буду этой же мононитью пришивать к нашему листочку наши пины. Поэтому вырезаем очень аккуратно, чтобы не повредить мононить, за которую мы пришивали и канитель, и которая у нас еще осталась. Так, вот наши вишенки. Значит, сделала я петельки на конце, да, отрезала вот эти вот шляпки, откусила, вернее, кусачками, и сделала петельки. Примеряю, как мне надо, и начинаем пришивать очень хорошо, чтобы у нас наши пины никуда не двигались. Пришиваю я много-много раз, да, всяко-разные, крест-накрест. Вот так вот я пришила все. Вот так сзади получилось у нас. Все довольно-таки крепко держится. Сейчас я буду уплотнять наши вишенки, да, вот у меня есть такой картон обычный, толстый, от детской какой-то игрушки осталось. Обводим наши вишенки, да, на картоне, обводим наш листочек, вырезаем все, приклеиваем на клей-момент кристалл, я им пользуюсь только. И далее будем прикреплять застежки. Продолжение следует... Так, я уплотнила нашу брошечку будущую. Да, сейчас я буду изнанку делать из фетра того же красного. Переводим. Я перевожу гелевой белой ручкой. Также листочек буду тоже делать из фетра на изнаночную сторону. Вырезаю, устанавливать я буду две застежки, одну на низ, да, а другую на листочек, более поменьше в размере, чтобы наша брошка в процессе носки никуда не ускользала, да, и нигде не торчала, не топорщила, чтобы она у нас крепко сидела на одежде. Значит, примеряем наши заготовки, отмеряем, где у нас будет находиться застежка. Одна будет вот так выглядеть, вторая будет вот так выглядеть. Все проделываю, прорезаю отверстие. И вставляю туда нашу застежку. Также проделываю и с листочком. Также все приклеиваю на супер момент кристалл. Брошка наша почти готова. Будем сейчас ее обшивать. Листик я буду обшивать вот таким зеленым цветом бисера, а сами вишенки я буду обшивать красным. Закончила я со своей брошечкой. Обшила я и листик, и сами вишенки. Обшивала я американским способом, да. Более подробно, как я это делаю, можете посмотреть в моих предыдущих мастер-классах. Вот такая она получилась симпатяшка у меня. Изнанка. Все довольно-таки аккуратно. Я думаю, моя заказчица будет довольна. Мне прям она очень понравилась. Я думаю, прикрепить ее на какой-нибудь свитер теплый будет вообще просто шикарно смотреться. Ну, на этом мой мастер-класс, девчонки, подошел к концу. Всем, кому понравилось, ставьте пальчики вверх. Мне будет очень приятно, так как я на канале недавно, поэтому развиваю свой канал. Не забывайте подписаться на мой канал. Впереди вас ждет еще очень много видео, всего интересного. А сейчас я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok